Всероссийский день библиотеки отмечается ежегодно 27 мая. Это праздник не только профессиональных библиотекарей, но и всех любителей книг, понимающих огромную роль в культурной и общественной жизни людей. Даже маленькая библиотека – это бесценный сборник мудрости, которую человечество накапливало веками. Хасавьорт – город, где проживают представители большого количества народностей и национальностей. Все они – носители разных культур и традиций. Библиотека имени Расула Гамзатова бережно хранит книги, как для читателей старшего поколения, так и для младшего. Библиотекарями активно ведется работа вовлечения еще большего количества читателей. Мы сотрудничаем со школами, с нашими городскими. Ни одно мероприятие у нас не обходится, чтобы мы кого-то не пригласили. Куда-то даже выходим сами, то по школам, то в центры. На каникулах стараемся не оставить детей без внимания. На абонементе у нас, конечно, собрана художественная литература этой сказки, приключения, фантастика, детективы. А в читальном зале уже очень много энциклопедий, справочной литературы, словари. Конечно же, книги Ганса Христиана Андерсона, сказки «Снежная королева», многочисленные его сказки. Агния Бартул, ее замечательные стихи, просто обожают ребята, и они просто не хотят с ними расставаться, маленькие наши читатели. Старший возраст, они современные уже наши подростковые, подрастающие поколения, они любят, очень любят читать Гарри Поттера. Вы уже видите, что книги, они просто моментально устаревают, потому что они из рук в руки, буквально они ждут очередь, очередную книгу. И очень любят они Астрид Линдгрен, «Приключения малыша» Карлсона, «Пепеллин, училок». Очень любят современных писателей, шведские писатели у нас есть. Хасаюртовская центральная городская библиотека имени Расула Гамзатова была основана в 1921 году. За время своего существования на счету у библиотеки около 300 тысяч книг различного жанра. Как отмечают работники центра, в нашем городе имеется большое количество читателей, которые активно посещают библиотеку не только по будням, но и участвуют в различных мероприятиях и конкурсах. Для вовлечения жителей города в деятельность библиотеки проводятся выставки книг, как художественной, так и зарубежной литературы. 2017 год в России объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных объектов. К этому знаменательному событию руководству библиотеки в фойе здания развернули уголок экологической тематики. Вообще этот проект рассчитан на целый год. Начали мы с января месяца и заканчивается он у нас в декабре месяце. Здесь мы, если новую литературу получаем, мы сюда дополняем. А так здесь книги мы не меняем, постоянно действующая выставка. Мы начали год с января с Дальнего Востока. Вообще у нас с Дальнего Востока и заканчиваем в декабре Дагестаном. То есть представим все заповедные места здесь Дагестана в конце декабря месяца. Вот начали с Дальнего Востока, потом Сибирь, Урал, Приволжье. Сейчас у нас выставка посвящена северо-западному федеральному округу. Директор Хасавюртовской городской библиотеки Эльмир Якубов хорошо понимает свою ответственность за стоящие перед ним задачи. Без участия библиотеки в городе не проходит ни одно существенное событие. И что особенно важно, многие мероприятия, которые объединяют и сплачивают жителей Хасавюрта, инициированы самой библиотекой. Это масштабные праздники книги и чтения, фестивали детского художественного творчества, миротворческие и молодежные акции, собирающие сотни заинтересованных участников. Библиотека должна всегда смотреть вперед, она должна всегда стремиться к совершенствованию, к соответствию тем задачам, которые ставит перед ней время. Мы стремимся, и поэтому, кроме окружающего нас бумажного фонда, мы располагаем пока еще скромным, но фондом цифровым. Каждый год мы переводим в электронный вид от 20 до 50 различных книг. Оборудования у нас для этого специального нет. Пользуемся бытовой техникой, обычным сканером. И это тоже привлекает к нашим электронным ресурсам читателей, расположенных на удалении от Хасавюрта. История библиотеки очень славная и насчитывает уже почти целый век, где трудились... 6, 4, 8, 8, 6, 9, 3, 7, 7, поставьте точку. 7, 7. Так, кто мне прочитает? Пожалуйста, Олимп, первый. Ответ. 56. 56, да? 80. 80. Мухаммад, дальше? 27. 27. Дальше, Мальдина. 24. 24. Джейнет? 4. 24. 24. А 9? 49. 49. Так, проверили? Да. У кого все правильно? Понимаем руки. Многим, да? Были ошибки? Нет. У некоторых были, видимо, не всегда ошибки. Ну, молодцы, основная масса хорошая. Мы сегодня закрепляем пройденный материал, уже второй час.